МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С основными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Надежда на будущее Михаил Игнатьев позитил Чебоксарскую начальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нам надо экологию беречь. Учащиеся первой цивильской школы приняли участие в республиканском эколого-просветительском проекте. Масштабная реконструкция Чебоксарский стадион «Спартак» станет одной из тренировочных площадок Чемпионата мира по футболу. Сегодня в Чебоксарах чествовали работников дорожного хозяйства. Торжественная церемония состоялась накануне профессионального праздника. Каждый год его отмечают в третье воскресенье октября. Как завершают год чувашские дорожники и что у них в приоритете, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Фронт работы специалистов дорожной отрасли огромен. Только по территории Чувашии проходит порядка двух тысяч километров автодорог. Каждый год возникает необходимость в капитальном ремонте старых и строительстве новых трасс. За их содержание отвечают десятки тысяч человек. Нынешний год для отрасли оказался непростым. Удручающее состояние трасс после зимы – банкротство Чуваши-Автодора. Но несмотря на эти вызовы, работники дорожной сферы сумели выполнить часть намеченного. Какие у нас сегодня объемы, какой у нас сегодня объемный дорожный фонд. За последние 5 лет не было таких объемов. Более 4 миллиардов у нас составляет объем дорожного фонда. Задачи на перспективу обозначил председатель правительства республики. Иван Моторин отметил, что подрядные организации должны активнее осваивать уже выделенные средства. Во главу угла необходимо ставить и качество работ. Здесь вот прозвучали цифры освоения средств дорожного фонда – 36%. И, наверное, когда утверждалась дата праздника дорожников, наверное, все-таки планировалось, что к этому периоду основные дорожные работы, связанные со строительством, модернизацией, ремонтом, они должны быть завершены. В текущем году, конечно, мы этого говорить не можем, так как целый ряд крупных объектов сегодня, которые мы должны с вами были сдать, пока не завершены. Но я надеюсь, что до конца года будут приложены максимальные усилия. До конца этого года намерены сдать развязку по улице Фучика в Чебоксарах. Продолжается и ремонт уличной сети. Сейчас новый асфальт кладут на Алатарском шоссе. Ближайшая перспектива – реконструкция мостов. События, допустим, по Парецкому мосту или в прошлом году по Вятке показывает, что в любой момент транспортный поток республики может быть ограничен одним узким местом. Поэтому необходимо здесь разрабатывать и проектно-смертную документацию, бороться по включению, опять же, в это направление, которое финансируют за счет федерации. В приоритете подготовка к зимнему сезону. Перед муниципалитетами стоит задача найти подрядчиков для содержания дорог. Сегодня нужно создавать конкуренцию, нужно создавать новые компании, которые будут работать на этом рынке. И наша задача здесь стоит та же, что и была год назад. Мы должны обеспечить проезжаемость дорог. Торжественная часть вручения – наград. Лучшие работники отрасли получили благодарности и почетные грамоты. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Между тем, к дорожникам остается много вопросов. Автодорога по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске – притча во языцах, в особенности у водителей. На какой стадии находится ее ремонт, выяснял Родион Архипов. В прошлом году ремонтом автодороги по улице 10-й Пятилетки занимался Чуваш Автодор, но завершить работу не успели. Предприятие обанкротилось. В текущем году в качестве подрядчика выступила строительная компания «Гарант». На реконструкцию дорожного полотна планируется потратить около 36 миллионов рублей. 10 октября попытка получить комментарий у новочебоксарских городских властей по поводу состояния и сроков окончания ремонта долгожданного дорожного полотна по улице 10-й Пятилетки так и не увенчалась успехом. После чего на официальном сайте городских властей все же появилась информация. Цитирую. 10 октября 2016 года. По улице 10-й Пятилетки СК «Гарант» проводилась укладка асфальта по улице Восточная до магазина «Идель» 11 октября. Субподрядной организацией «Гарант» проводилась подготовка основания под асфальт. Был уложен щебень. По улице 10-й Пятилетки проводились работы по укладке асфальта по нечетной стороне от перекрестка по улице Восточная до перекрестка Ельниковский проезд. И хочется верить, что мы помогаем таки приблизить долгожданную встречу автомобилистов с отремонтированной автодорогой по улице 10-й Пятилетки. И как нам показалось, именно после нашего общения с пресс-службой администрации города Новочебоксарск, кстати, до сих пор обещающей подготовить комментарии специалистов дорожной службы, на ее официальном сайте появилась таки информация о проделанной на сегодняшний день подрядчикам работе. Что ж, таким ответом мы удовлетворены. Ведь нас, как и автомобилистов и всех жителей Новочебоксарска, больше интересуют не слова, а конкретные дела. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. 14 октября после перерыва продолжится очередное судебное заседание по делу между застройщиком торгово-административного комплекса «Два капитана» у Чебоксарской гимназии номер 4 и администрации «Чебоксар». Последнее требует расторгнуть договор аренды и вернуть землю городу. Об истории продолжения конфликта Ольга Пырочкина. Здесь мог бы быть школьный стадион, которого так не хватает 4-й гимназии. Вместо него третий год яма. Огромный котлован. Все началось с того, что в 2012 году площадку огородили забором и поставили табличку «Перенос инженерных сетей». Переносили сети настолько долго, что это вызвало подозрения чебоксарцев. По-моему, активная копка котлована является достаточным подтверждением начавшегося строительства. Подозрения полностью оправдались. Табличку поменяли на новую. С тех пор два капитана у школьников и родителей ассоциируются не с произведением Каверина, а с огромным комплексом прямо у дороги и в нескольких десятках метров от стен школы. Перспектива строительства такого сооружения вызвала бурную дискуссию. Кто-то был за, а большинство против. Впрочем, это уже не важно. Директор компании, которая собиралась строить, сидит за мошенничество. Дальше котлована дело не продвинулось. Любая строительная площадка, как объект повышенной опасности, должна охраняться. Вот здесь вместо охраны вот такие периодически появляются дырки в заборе. Так что попасть в котловану может любой желающий, хоть наша съемочная группа, хоть дети. Дети бывают, что просто на стройку заходят, хотя сейчас его, конечно, забором более высоким обгородили. Но, например, в зимнее время, такое осеннее время, дети там играются, скажем так, горки устраивают и так далее. То есть я сам лично несколько раз оттуда детей просто вытаскивал за руки. Котлован представляет опасность не только для детей, которые гуляют без присмотра. Стенки без должного укрепления и контроля осыпаются. Котлован растет. Сами видите, за это время идет активная деформация бортов, как вдоль котлована, так и со стены котлована. Это бывший овраг. Все сторожилы знают, видели. Все определяется глубиной котлована. Для этой глубины те деформации, которые мы видим, чем ширина, она, наверное, оптимальная. Ну, может быть, еще полметра. Но особого такого расширения вряд ли будет, потому что она, во-первых, ограничивается бывшим оврагом. Ведь здесь же дальше уже коренные породы начинаются здесь. Вот, в основном развивается в пределах осыпных грунтов. А вдоль тут, конечно, больше, потому что овраг-то длится сюда. В той стороне, куда указывает специалист, стоит дом номер три по улице Энгельса. Жильцы уже чувствуют себя неуютно. Как вы видите, значит, земля обваливается. Хоть они ее укрепляют, но это мало помогает. И, собственно, здесь нарушены все строительные правила. Обвал, значит, он постоянно движется. До нашего дома, до угла нашего дома осталось буквально 10 метров. Практически все, кто дал нам интервью, не просто наблюдают и беспокоятся. Они обращались в разные инстанции, администрацию города, Минстрой Чувашии, надзорные органы. Однако, чтобы что-то сделать, по закону необходимо вернуть землю городу. Столичная администрация сейчас судится именно за это. Сейчас администрация города вышла со своими заявлениями расхожения, договора аренды, в связи с тем, что арендаторам, застройщикам все время не производились платежи за договоры. На доседании суда, там, что было окружено. Застройщик-арендатор предъявил также встречное исковое заявление о заключении договора аренды на новый срок. Сейчас этот сфор в суде пока он еще рассматривается. Почему-то суды проигрываются и, попросту говоря, даже волокитятся рассмотрение вот этого их искового заявления о расторжении договора аренды. Судебное решение, которое было вынесено заочно, оно отменено по заявлению, как мне объясняет, того же Лапина, который находится в местах лишения свободы. Вот это удивляет. Почему нельзя организовать видеоконференц-связь с этим Лапином из той колонии, в которой он отбывает наказание. То есть это вообще беспроблемно. Но, тем не менее, вот этот факт уже лишний раз подтверждает или некомпетентность юристов, которые подготавливают соответствующие обращения в суд, или это умышленные действия. Пусть оно все идет своим чередом, то есть все эти судебные процедуры, но самое главное, я от них требую, приведите в порядок ограждение этого объекта, чтобы к нему не было доступа. Раконсервируйте этот объект. В администрации надеются, что решения примут до конца года. Продолжится заседание арбитражного суда 14 октября. Ольга Пырычкина, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Их методические инструменты – терпение, забота и ласка. Каждый рабочий день они начинают с улыбки, ведь от их настроек зависит самочувствие воспитанников. Четверть века педагоги Чебоксарской коррекционной школы номер три дарят надежду детям с особенностями развития. Михаил Игнатьев встретился с педагогическим коллективом школы «Надежда». У восьмилетнего Тимура детский серебральный паралич тяжелой стадии. Мальчик практически не говорит, а передвигается только в инвалидной коляске. В «Надежду» Тимура привела мама Светлана. Мы сначала были в детском садике. Этого учреждения были хорошие результаты. Ребенку занимается дефектолог, логопеды, также есть бассейн. Здесь, получается, раскрывают ребенка полностью все его возможности. Каждому ребенку ищут индивидуальный подход. С приходом в образовательные учреждения у Светланы и десятков других мам появились новые возможности. Одни, наконец-то, вышли на работу. Вторые приобрели здесь настоящих друзей. С помощью педагогов пришло понимание – детский серебральный паралич – не приговор. Когда рядом с их особенными детьми настоящие профессионалы своего дела, в будущее смотреть совсем не страшно. Всего в образовательном учреждении работают 42 педагога. Есть и молодые специалисты. Вы говорите, что вам нравится. Для нас это очень значительно, по сути дела. Честно скажу, были опасения, были страхи, но они не оправдались абсолютно. Помимо четырех начальных классов, в коррекционной школе действует семь детсадовских групп. Сюда ходят дети с двух лет. Благодаря активной поддержке государства, все обучение, досуга питания для детей бесплатное. Кроме прочего, каждому малышу подбирается индивидуальная оздоровительная программа. В нее ходят массаж, плавание и занятия на специализированных тренажерах. Мы большое внимание уделяем разгрузкам, различным физическим упражнениям, физкультным минуткам. Много работаем над графомоторными навыками. Правительство республики продолжит поддерживать такие школы, отметил Михаил Игнатьев. В ближайшее время будет решен вопрос об обеспечении учебного заведения дополнительным развивающим оборудованием. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Экзамен для чиновника. Сегодня заместитель главы администрации Чебоксар полтора часа отвечал на вопросы горожан. Звонивших интересовала строительная тема. Когда будет сдан тот или иной дом? Всегда ли строители получают разрешение на работу? И кто решает, где и что строить? Несколько звонков поступили по поводу затянувшегося строительства дома на улице Гражданская. В ближайшее время участники долевого строительства будут приглашены в мэрию. Не в первый раз звонят жители микрорайона за супермаркетом «Лента». Их интересует, когда же будет проведено благоустройство прилегающих территорий и запланировано ли здесь строительство образовательных учреждений. Ни одна телефонная линия не обходится без вопроса о строительстве на месте снесенного дома по улице Петрова. Как Вы приняли решение о возведении такого 15-этажного здания на таком маленьком, небольшом, скажем так, клочке земли? На что опираясь, просто Вы приняли такое решение? Ну, вопрос по большому счету связан с окупаемостью данного объекта. Значит, данный объект строится исключительно на внебюджетные средства, то есть за счет строительства дополнительных площадей жителям аварийного дома, а их там 265 квартир, предоставляются безвозмездно. Из этих 380, 160 квартир строится за счет продажи оставшихся квартир. То есть фактически там себестоимость, она очень высокая получается, порядка 45 тысяч только себестоимость. Понимаете? Можно построить меньше площадь, да? Ну, тогда себестоимость будет там 60-70, никто. Жители Чебоксар волнуют, не опасно ли строительство жилого комплекса «Алые паруса». По словам Анатолия Павлова, технологии позволяют возводить жилые дома на таких землях без опасений. Интересовались звонившие тем, когда будут расселяться дома в районе улиц Константина Иванова и Красноармейская. Этот вопрос необходимо задавать застройщику. Именно строительная компания определяет сроки перенесения на территории. Почему меняется схема строительства образовательных учреждений в микрорайоне Финская долина? Алло. Алло, вот у меня по Финской долине вопрос. Раньше схема в интернете стояла другая. Там школа была рядом с садиком. Сейчас вы видели другую схему, теперь рядом с садиком жилой дом, а школа там, где сады. Где-то 100% здесь мы понимаем, что сады вряд ли будут выгонять оттуда, вряд ли будет школа вообще в Финской долине, да, теперь получается? Значит, действительно, такой проект планировки предоставлен на рассмотрение. Финской долине был лучше, если честно. Я понимаю. Этот проект планировки находится на рассмотрении. Мы пока его не утвердили. У нас те же самые вопросы возникают, что школу сейчас перенесли в соответствии с новым проектом планировки. И нас это тоже не устраивает. Помните правила маленького принца из романа Экзюпери? Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Этим руководствовались учащиеся первой цивильской школы, приняв участие в республиканском эколого-просветительском проекте в Торбум. Нам надо экологию беречь. Так звучит главная мысль проекта. Привить детям любовь к природе, привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды – вот главные задачи проекта. Кстати, цивильская школа номер один не случайно выбрана местом старта проекта. Именно ее ученики год назад стали лидерами программы «Бумажный бум», направив на переработку 25 тонн макулатуры. В этом году только второклассники смогли собрать 5 тонн макулатуры и пластика. Собирали, знаете, везде. В деревне у бабушек, дедушек собирали. Даже они ходили по подъездам, как мы в свое время. Поэтому удалось. Наверное, дети, видя вот такие акции, принимая участие в таких акциях, вырастут достойными людьми, уважающими свой край, любящими свой край. Экологический квест – урок хранителей воды, выставка экспонатов историчного сырья и, разумеется, сбор макулатуры и пластика. Все это в программе проектов «Турбум», в котором, кстати, ученики школы принимают участие с удовольствием. Я считаю, что этот проект очень нужен. Он вообще самый основной, мне кажется. Потому что в прошлом году вот это мероприятие у нас проходило глобально, потому что вся школа участвовала в этом. И потом подхватили остальные школы в нашем районе. Много классов сдавали, тоннами приносили. Это было настолько глобально, что аж не верилось, что люди как бы занялись этим, стали улучшать экологию нашего района. Пропагандой бережного отношения к природе занимается отдельная агитбригада. Мы убираемся в нашем школьном парке и следим за экологией. Не только за экологией нашей школьной территории, но и за экологией города. Иногда мы можем выйти, выходить в парки, другие расположенные в нашем городе или даже в Цивильском районе. Помогать природе задача не из легких. Здесь важно участие каждого жителя нашей планеты. Ведь чтобы решить глобальную проблему, нужно начинать с малого, например, с себя. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Жизнь, посвященная археологии. Выставку под таким названием открыли в Чувашском гуманитарном институте в память о выдающемся ученом-историке Василии Каховском. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Профессора Каховского-старшего без преувеличения можно назвать основоположником Чувашской археологии. Почти 30 лет он изучал различные исторические эпохи и сделал множество интересных открытий. Говорят, история не терпит сослагательного наклонения. Но если бы не Василий Филиппович Каховский, мы могли бы и не узнать, что территории нашей республики в домонгольский период входили в состав Волжской Булгарии. Он, вы знаете, исследовал памятники и неолита среднекаменного века. Он изучал памятники бронзового века, исследовал курганы и памятники раннежелезного века городища. То есть он был очень, если можно так сказать, энциклопедичным археологом. То есть его интересы не ограничивались только средневековой археологией. Василий Каховский стоял у истоков археологической школы. Многочисленные ученики и последователи уверены, он сам – настоящая история науки. Мальчик из Чувашской деревни окончил одновременно два института – педагогический в Чебоксарах и Институт истории, философии и литературы в Москве. Ушел на фронт, а вернувшись, всю жизнь посвятил изучению прошлого родной республики. Василий Филиппович был преподавателем, заведующим кафедрой и проректором, министром просвещения, депутатом, председателем общества охраны памятников и везде, где бы ни работал, он проявил себя настоящим профессионалом. Сын Василия Филипповича, тоже историк и археолог, вспоминает – отец был очень активным человеком. Да всем он интересовался. Рыбак заядлый, грибник заядлый. То есть вот такая у него жизненная позиция была – активного человека. Такой был легкий на подъем, бодрый. Бывало, идем с ним, ему уже за 70 давно, я еле за ним поспеваю, в лесу за грибами ходим. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века Василий Каховский вел раскопки в будущей зоне затопления Чебоксарского водохранилища. Результаты исследований показали – Чебоксары значительно старше принятого возраста. И хотя первое летописное упоминание относится к 1469 году, сам город возник на рубеже 13-14 веков. Причем как поселение городского типа, с развитыми ремеслами и торговлей. Возможно, когда-нибудь этот факт перекочует из исторических хроник в официальные. И вскоре после 550-летия мы отметим 800-й день рождения столицы Чувашия. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Олег Якимов. Республика. Сегодня Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч. Директором ГУБ «Биологические очистные сооружения» Сергеем Анисимовым и исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Максимом Ивановым. Глава Чувашии обсудил итоги финансово-хозяйственной деятельности стратегического предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также вопросы развития очистных сооружений в ряде муниципалитетов республики. Глава республики отметил стабильную работу биологических очистных сооружений, которые обеспечивают качество очистки источных вод, сбрасываемых в Волгу. Сергей Анисимов рассказал, что в апреле досрочно сданы в эксплуатацию вторая и третья очереди модернизация очистных сооружений. Стоимость работ составила 410 миллионов рублей. С момента сдачи объекта в эксплуатацию все стоки проходят до очистки. Михаил Игнатьев отметил, что необходимо развивать центры очистных сооружений в Цивильске, Канаше, Аллатре и Эбресиях. Предоставление потребителям качественных и надежных услуг по очистке источных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду является государственной задачей. Глава Чувашии поручил исполняющему обязанности министра строительства Максиму Иванову до 25 октября представить алгоритм дальнейших действий. Чуть позже глава республики встретился с хоккеистами Барнаульского клуба «Алтай». Спортсмены приехали в Чувашию на первенство высшей хоккейной лиги, которая проходит в Ледовом дворце Чебоксара-арена. Михаил Игнатьев рассказал хоккеистам о развитии физкультуры и спорта в республике, о строительстве спортивных объектов. Гости, в свою очередь, отметили, что большой рывок в развитии хоккея обязательно приведет к будущим победам. От хоккея к футболу Чебоксарский стадион «Спартак» станет одной из тренировочных площадок грядущего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Уже сейчас начата его реконструкция. Каким предстанет обновленный комплекс перед болельщиками и игроками, узнавала наша съемочная группа. Еще недавно на этих трибунах собирались любители спорта, а сейчас вовсю идет демонтаж кресел. Стадион «Спартак» ждет глобальная реконструкция. Договор с подрядной организацией заключили недавно, но она уже приступила к выполнению своих обязательств. Мы тоже будем вести строительный контроль, но в то же время сейчас идет процедура заключения контракта на технический надзор со стороны ФИФА. Это арена 2018, которая определена в соответствии с федеральным законом. Они будут вести технический контроль, и все приемки будут произвести вместе с ними. Деньги выделяются с федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма контракта – около 134 миллионов рублей. 55 из них должны быть освоены в этом году. В рамках реконструкции запланировано строительство двух разевалок для футболистов, где предусмотрены душевые, медкабинет, а также массажный кабинет там будет. Они с объемом по 100 квадратов каждый должен быть по требованиям. А также у нас в административном здании на третьем этаже будет конференц-зал. Это для встречи с футболистами, для проведения конференций и так далее. Но это не все нововведения. Центр притяжения спортивного комплекса – футбольное поле. По требованиям FIFA его поверхность должна быть абсолютно гладкой и ровной. Здесь, на «Спартаке», высадят натуральный газон. Он будет лучшего качества, чем сейчас. Установят растительную и дренажную систему. Все для того, чтобы игроки могли тренироваться в максимально комфортных условиях. Все ремонтные работы должны быть завершены до 31 июля 2017 года. Реконструкция стадиона – значимое событие не только для футбольных болельщиков, но и для всех любителей спорта. Мест, где можно покорять новые высоты в столице Чувашии, станет больше. Сегодня, 13 октября, в Чебоксарах с утра пошел небольшой снег. По ночам синоптики ожидают заморозки. Температура может опуститься до 0 градусов. Это видео мы получили сегодня в рубрику «Мобильный репортер». Нынешняя осень создает впечатление холодной, но по данным портала «Погода-21», сентябрь оказался в рамках климатической нормы. Уже в пятницу немного поцеплеет, но в выходные опять ожидается мокрый снег и, возможно, установление временного снежного покрова. Для Чувашии первый снег 13 октября – это не рано. Если вспомнить осень 2014 года, мокрый снег пошел уже 4 октября. А к концу месяца намело высокие сугробы. В 2014 году именно в этот же период прошел ледяной дождь, деревьи, провода и дороги покрылись коркой льда. Всю вторую половину месяца погоду на европейской территории России будет определять холодный антициклон. Существенных осадков в это время не предвидится, а показания термометров останутся на отметках 0,5 градусов. По ночам ожидаются заморозки. Синоптики рекомендуют поменять резину на автомобилях и быть осторожными на дорогах. Если вы стали свидетелем интересного события, успели его запечатлеть, присылайте нам, и мы покажем ваше видео в нашем эфире. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин